Всех приветствую. Как-то вот недавно ко мне заезжали родственники и сидели на кухне, собака сидела с нами. То ли я ее покормил, то ли собирался это сделать. И зашел разговор, что опросит ли собака у тебя что-нибудь, ну, помимо того, что ты ей даешь. То есть вот собака поела свою норму и вообще ты ей даешь еще там еду в течение дня. На что я на этот вопрос ответил, даю, но стараюсь максимально делать это в маленьких количествах. Раньше я мог вообще кормить там до отвала собаку ничего, но сейчас все изменилось. И вот к чему я вообще это все рассказываю, потому что когда я начал это говорить, и вот человек, которому я это говорил, типа так, знаете, расстроился. Вот, типа, собаку жалко, ее там хочется накормить. Так, с шумом я разобрался, теперь можно спокойно вещать дальше. Я остановился я на чем? А, то, что человек так расстроен на меня, говорит, вот, собаку жалко, хочется накормить. И некоторые люди в большинстве случаев могут мыслить так же, или, ну, начать закормить собаку. И когда собака щенок, в этом нет ничего страшного, даже если она там молодая. То есть это все спокойно там сжигается, расходуется, ну, вот эта вся еда лишняя. Но тем не менее, и ожирение будет, как ни крути, но в маленьком возрасте все-таки это не смертельно. Но если мы возьмем взрослую собаку, то тут уже, как эта собака встретит старость свою, будет зависеть только от тебя. Но если ты будешь собаку там закармливать, то есть она чем-то подкармливать, там, домашнюю еду вообще кормить. Вот я недавно снимал видео, где говорил, что вот, что бывает от домашней еды, когда собаку кормят домашней едой. Я не против домашней еды, то есть я иногда там чуть-чуть даю, но я даю это в тему. Я знаю, что моей собаке можно, что нельзя. А именно кормить домашней едой, ну, на постоянку собака породистая точно не вылезет. Однозначно. В общем-то, и что мы будем иметь, если постоянно будет собака перекормлена? В дальнейшем просто собака встретит свою старость больной. То есть, объясню более подробно. Два варианта событий. Это в старости. Либо собака спокойно встречает старость, она бодрячком бегает, и там во сне спокойно засыпает и умирает без напряга. Либо же собаку закармливают, кормят ее едой со стола. И в дальнейшем что? Собака просто последние несколько лет своих мучается, даже больше. Ходя, вот знаете, я видел Стафферда или Питбуль. Там уже вообще не разберешь, что это. Знаете, как вам объяснить, ребят? Вот просто бочонок и четыре палки. Это типа ноги. И я не видел, чтобы этот Стафферд как-то бегал, что-то делал. Просто ходит, вы знаете, вот как черепаха. И с ним его владелица. Вот. То есть можно получить вот такую собаку. Перегармливая ее, всегда давая какие-то вкусняшки. Поэтому иногда стоит урезать рацион, конечно, без фанатизма. Есть какие-то неадекваты, которые там вообще просто... У них собаки, их там ветром сдувает, но они будут утверждать, что это там рабочесть, еще что-то. То есть я за адекватный. За адекватную кондицию, как бы. Никогда собаку голодом морят. Я вообще это видео решил снять, потому что сейчас у моей собаки была кечка. Я ее месяц с поводка не спускал. И она немножко поправилась. И вот сейчас для меня эта тема актуальна. Я решил ее записать. Потому что вот имейте в виду, что в дальнейшем, как собака встретит старость, будет зависеть только от вас. И, конечно же, да, могут быть какие-то и другие расклады, там какие-то болезни, еще что-то. Но у собаки организм устроен так, то есть у них нет каких-то супер мозгов, мыслей, там. Они не могут что-то создавать. И именно поэтому их природа создала так, что если собака нормально питается, ну, то есть находится в естественных условиях, либо максимально приближенном к ним, то у нее, как бы, все болезни, если они появляются, залечиваются сами собой. То есть организм так устроен. То есть организм собаки устроен так, что он, как бы, сам рассчитан на исцеление. И если она находится в естественной семье, ее не перекамливают, то все с ней будет в порядке. Поэтому, если собака у тебя уже в возрасте, то однозначно не стоит, там, баловать ее вкусняшками, еще что-то. Лучше побалуй ее прогулкой, просто спокойной. Там без тренировок, без всего. Тем более, если уже собака, там, в годах. В общем-то, вот и все, что хотел сказать, сказал. Если видео понравилось, подписывайся на канал, ставь лайк, жми на колокол. И делись этим видео с своими друзьями и знакомыми. Всем пока и увидимся в следующем видео.